Добрый вечер на РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Маргариты Гафарова. Башкортостан получит более 460 миллионов рублей из федерального бюджета на финансирование части затрат аграриев на производство и реализацию зерна. Всего между 65 регионами страны распределят 10 миллиардов рублей. В свою очередь региональные власти перечислят детям местным сельхозпроизводителям, следует из распоряжения подписанного главой Кабмина Михаилом Мишустином. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Отмечаются меры поддержки будут способствовать сохранению стабильности на зерновом и продовольственном рынках. Размер межбюджетного трансферта для Башкортостана третий по стране. Больше всего средств направят в Краснодарский край 853 миллиона и Ростовскую область 593 миллиона рублей. Наименьший объем средств предусмотрен для ТВ, Еврейской автономной области и Севастополя. 5-й добровольческий батальон из Башкортостана отправился на боевое слаживание. Церемония состоялась сегодня на Советской площади в Уфе. В ней приняли участие члены правительства, родные и близкие бойцов и наш корреспондент Владислав Лобов. Крепкие объятия предшествуют долгой и тревожной разлуки. Родные бойцов провожают своих мужчин со слезами на глазах и с надеждой на возвращение. Для жителей Башкортостана они уже герои, ведь решение участвовать в специальной военной операции тоже своего рода подвиг. В пятом по счете батальоне, сформированном в Башкортостане, несколько сотен бойцов, для которых защита родины оказалась превыше всего. Так же, как и все остальные, родина, честь, долг, отвага, забота о близких, защита от мирных граждан. Командир батальона отметил, что подразделение объединяет людей разных профессий. Работников заводов, фермеров, руководителей предприятий. Многие из них уже имеют боевой опыт, тем не менее, перед отправкой на передовую им стоит пройти боевое слаживание. Видели, да, основной костяк всех батальонов, это уже составляют те люди, которые, кому до 50 лет, более 50 лет у нас там есть в строю. Это те люди, которые, конечно, все прослужившие в армии, имеющие опыт работы, в том числе в правоохранительных органах, они готовы сегодня, они добровольны, мужественны, своим решением, они едут защищать нашу родину. Башкортостан обеспечит добровольцев экипировкой и необходимой техникой для выполнения боевых задач. Ребята будут получать выплаты по 200 тысяч рублей за каждые полгода службы, а также суточные. Сформированный батальон получил имя Героя Советского Союза, генерала-майора, нашего земляка Тагира Кусимова. Тагир Кусимов командовал кавалерийским полком. Под его руководством солдаты освободили 19 населенных пунктов во времена Великой Отечественной войны. В частности, Днепропетровск. В республике надеются, что батальон, названный его именем, также достойно проявит себя в боях. Владислав Лобов, Ильдус Сурин, РБК Уфа. Не менее двух пчеловодческих хозяйств появятся в Башкортостане до конца этого года. Соответствующее поручение региональному Минсельхозу дал премьер-министр Андрей Назаров на заседании правительства. И подчеркнул, они должны быть способны к реализации пчелосемей местной популяции генетически чистой породы. На сегодняшний день Башкортостан остается лидером в стране по производству товарного меда. В прошлом году в регионе произвели свыше 7 тысяч тонн продукции, что превышает уровень 2021 года почти на 20%. Кроме того, в республике разработали программу развития колодно-бортьевого пчеловодства. Она направлена на увеличение популяции башкирской пчелы, сохранение народных традиций. По данным Минсельхозы, сегодня порядка 40 пчеловодов готовы участвовать в программе. Они смогут претендовать на субсидии, например, на возмещение части затрат на приобретение племенных пчел, колод, проведение лабораторной экспертизы качества меда, генетического материала. Глава Кабмина также рекомендовал усилить работу по разработке новых видов продукции. Мед достаточно аллергичен. И здесь, чтобы уходить из этого, делают как раз всякие другие продукты, на которые надо бы нам тоже обратить внимание. Башкортостан, во-первых, это продвижение, ширение линейки, которая предлагается. Ну и в-третьих, это просто такие новые продукты, которые обычно привлекают внимание у покупателя. На данный момент власти республики завершают работу по оформлению заявки на включение Башкортостана в систему сельскохозяйственного наследия и мирового значения по бортьевому пчеловодству. Это позволит получить мировую огласку и повысить туристическую привлекательность региона. Власти республики предложили создать в Башкортостане новый сталелитейный завод, где будут выпускать импортозамещающую продукцию. Объем вложений в проект составит почти 2 миллиарда рублей с возможностью создания 170 рабочих мест. Как отмечают в корпорации развития, предлагается создать завод в формате, который радикально отличается от классической схемы интегрированных предприятий. Оно не будет зависеть от доменных печей, а путь от исходного сырья до конечной продукции займет несколько часов. Для реализации проекта предложена площадка в городе Агидель. На ее территории уже расположены здания общеплощадью более 15 тысяч квадратных метров. Потенциальными покупателями производственной продукции могут стать крупные машины и мостостроительные предприятия. Кроме того, в кейсе отображены возможные меры господдержки. Это включение проекта в перечень приоритетных, освобождение от налога на имущество, инвестиционный налоговый вычет, предоставление субсидия на компенсацию затрат. 615 семей участников спецоперации на льготных условиях получат дрова для отопления. Между ними распределят 6000 кубометров. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства. Также семьи участников СВО могут получить древесину вне очереди за 10% от ее стоимости при условии, что будут заготавливать дрова самостоятельно. Кроме того, родных погибших обеспечат древесиной для строительства. Семи уже погибших участников специальной военной операции приобретают преимущественное право заготовки, так сказать, льготной очереди, заготовки древесины для строительства жилых домов и надворных построек. Здесь касается уже семи погибших участников специальной военной операции. То есть у нас надо понимать, что леса не хватает, на всех желающих производится определенная очередь. И, соответственно, очередь тоже делится на льготную и общую. Вот этих категорий мы определяем в льготную, так сказать, общую очередь. Льготами пользуются и другие категории граждан. Многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, граждане, получившие бесплатно землю под строительство дома и другие. Также отмечу, что каждая семья имеет право на получение до 110 кубометров леса один раз в течение 25 лет. В прошлом году жители Башкортостана получили более 750 тысяч кубов. Из них половина пошла на строительство жилья для 4 тысяч семей. В их числе 224 погорельца. У меня на этом все. Всего доброго.